всем привет с вами снова ирибест и сегодня у нас опять геометри дэш и очень сильно увлечен но этот раз я буду записывать не прохождение кого-то до какого-то либо конечно сейчас я буду записывать не прохождение какого-либо демона или принципе уровня а обучение строительству то есть в принципе для чайников для каких-нибудь в этом видео покажу что обозначает все вот эти вкладки что в них есть что вот это такое что здесь в общем то покажу вам некоторые детали и это видео скорее всего это видео я скорее всего разобью на несколько частей скорее всего на 2 а может и не буду разбивать потому что все таки потеряла немало здесь до для обсуждения вот я знаю то что подобных видео было снято уже то его хочу я знаю что подобное видео уже кто-то конец снимал но хочу снять и все чуприк давайте начнем уже это сейчас опять буду тянуть начало что я собственно сейчас и делаю сначала нужно понять какую музыку мы вообще будем использовать в нашем уровне музыка одна из главных составляющих уровня она задает тон она задает ритм она все собственно но и менять очень просто заходим в шестеренку ну то бишь настройки уровня и здесь мы можем выбрать любую музыку из предоставленных в официальных уровнях вот но выбор здесь не ошиба да не ошиба но выбор здесь не особо большой всего лишь 21 композиция вот но более интересно все таки во вкладке кастом потому что можно если мы нажимаем сюда то здесь мы можем выбрать общем то вот здесь нам написано три способа как мы можем это сделать первый и единственный способ которыми я вообще никогда не пользуюсь мне не пользовался это find a song newgrounds.com что переводится найти песен на newgrounds.com я не знаю что сегодня со мной простите пожалуйста вот собственно это по мне неудобный вариант поскольку если вы не знаете английского языка то в этом сайте вам будет трудно разобраться я сам в нем не разбирался даже видел просто его типа и ничего не понял у меня почему-то что-то не получилось в общем то непонятно вот мой самый лучший вернее самый любимый мой способ найти музыку это save the song kide короче вот вкладка saved и здесь будет все песни музыка любая допустим вы зашли в ван уровне и там если используется музыка не из официальных уровней то вам придется ее скачивать чтобы пройти этот уровень с музыкой иначе уровень будет без звука вот собственно тут все скаченные треки которые вы скачивали какие-то их немало у меня здесь целых целых четыре страницы вот ну я собственно не знаю что выбрать это вы уже должны выбирать сами на свой вкус вот так же третий способ это ввести айди песни в search box вот тут хрень то есть у каждой песни есть свой айди если вы его ведете сюда то она будет здесь использоваться например смотрите допустим я хочу вот эту музыку да у нее иди 695 256 мы вводим данные айди вот сюда вот готова но я не буду это использовать поскольку просто не хочу вот собственно допустим с музыкой вы разобрались и что делать дальше дальше вам нужно строить лояут что такое лояут лояут это в принципе сам уровень то бишь например лояут это лояутом называется сам геймплей то есть то бишь что все препятствия через которую будете прыгать летать переворачиваться это называется лояут вот с этим разобрались то есть первым делом вы должны построить лояут а потом уже это все задекорировать как декорировать я навряд ли смогу потому что сам не умею декорировать да вот но теперь я думаю можно пройтись по вкладкам первая вкладка это здесь всякие блоки есть декорации для блоков ну и собственно все то есть декорации всякие есть вот вообще типа особо интересно только первые несколько страниц и вот например вот это вот и вот этими всем уже не пользуюсь например вот этим тоже не пользуюсь пользуюсь только вот этими кирпичками пару раз про пользовался все все остальное я вообще не трогал вот ну собственно это я думаю легко тут что у нас тут в принципе похоже вкладка с первой тут также только уже полублоки и декорации под них и не только под них вот здесь самая не самая маленькая вкладка на думаю на самая простая здесь у нас то что мы делаем для лояута то есть вот блок вот допустим с помощью вот этого мы можем сделать вот такую хрень с помощью вот этого еще если добавим получится вот такой вот квадрат вот тут например мы можем сделать вот такой вот столб тут будет наклонная поверхность в общем то здесь без декорации просто блоки переходим следующую вкладку здесь у нас то же самое что и в первой вкладке только вместо блоков здесь наклонные поверхности и декорации под них тоже ну типа ничего интересного особо нет шипы очень простой я думаю в принципе здесь очень просто здесь вкладка здесь все виды здесь там показаны все виды шипов то есть так здесь это шипы вот возможно возводить вопросом в чем разница этих шипов разница в том что вот эти шипы неизменно то есть вроде бы нельзя ничего изменить кроме контура а эти шипы вы можете как бы изменить их цвет вот это шипы которые постепенно пропадают и появляются в общем то я думал вы с этим сталкивались если проходили хоть чуть-чуть кинуть уровне так но это я думаю принципе понятно вот это насчет этого беседе надо это фальшивые шипы этим я абсолютно никогда не пользуюсь не знаю почему принципе вот этим я тоже не пользуюсь то есть я пользуюсь только вот этими шипами и все даже не не невидимыми необычными не пользуюсь дальше у нас идут вот такие интересные препятствия я думаю вы с ними сталкивались вот такое это чтобы да это чтобы сюда понятно я думаю принципе тут принципе тут все препятствия вот для наклонных поверхности также препятствия есть все с этим тоже разобрались вот в эту вкладку я вообще никогда не захожу и это почти единственная вкладка вкладка в которой я не пользуюсь и еще одна вкладка это вот это но и вообще не знаю кто пользуется вот этой вкладкой не пользуюсь потому что она сделана для создания 3d объектов я кстати сам это не делаю так что давайте ксс попробуем допустим возьмем вот такой вот блок теперь вы так и теперь сделаем так вот так вот и как а типа понял вот и теперь мы сейчас ищем черный раз-два 3d блок готов вот здесь собственно декорации под них кто бы сомневался да вот и дальше наверное самая интересная вкладка я даже не обозначишь единым целым вот здесь есть так называемые джампады я думаю в принципе объяснять что они делать не надо также здесь есть орбы я думаю про их свойства вы тоже знаете также есть я забыл называть помо они называются дэш орбы вот я думаю их вы тоже знаете вот этого я сам не помню но мне что-то подсказывает что это сделано для того чтобы активировать какие-то триггеры но я не уверен что такое триггеры и речь пойдет дальше так это порталы собственно я думаю с этим вы тоже ознакомлены очень давно я даже не вижу смысла их ставить то есть я думаю вы все вот это узнаете вот это ключик это замок это используется для чаще всего это используется для того чтобы найти секретную монетку если мы находим ключик то потом можно если вы найдете замок то он будет открытый ну в общем то я думаю можно не объяснять вот это я сам не понимаю что на самом деле возможно подумать и нахрен ты снимаешь это видео если ты сам ничего не знаешь но я большую часть понимаю конечно но вот это я не знаю это вроде что-то вроде того же ключика но только немного другое вот эти секретные не секретные это обычные серебряные монетки они я ими не пользуюсь просто поэтому я точно не знаю как они работают но в одном из официальных уровней под названием finger dash они слегка продемонстрированы то есть если вы на волне собирать и есть монеток то на финальный то на финальном паучке ну почти на финальном вам будет открыт доступ к монетке если вы если же вы не соберете все 10 монеток то путь ну не путь а монетка монет просто на спина просто не будет это юзик юзер coins их можно все поставить 3 это то же самое что и обычной секретной монетки только ставится онлайн уровнях дальше у нас идет текст делаем так edit object и нажимаем текст ну и просто пишем что не так а мне русская раскладка кстати да игра не поддерживает русский язык и даже если вы его пишете выдает какие-то рандомные символы вот чтобы сменить шрифт мы заходим сюда нажимаем фонд ну и выбираем какой нам нравится этот фонд давайте буду называть шрифт будет также использован когда будет текст с попытками вот то есть ну сейчас вам покажу вот так эта хрень будет работать вот я не буду сейчас проходить уровень даже потому что я не хочу получить от ютуба выполнили короче чего за авторские права дальше у нас идут все возможные монстры вот 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 ну в общем то это декорации почти но вот эти два они анимированные вот эти они ну так чисто такие вот эти они почти почти не двигаются и в принципе условно говоря бесполезные также их можно анимировать об этом скорее в следующем видео когда мы будем отдельно разбирать триггеры потому что на триггеры мне кажется нуждаются в отдельный в отдельном ролике так но здесь у нас это понимаю просто шипы просто шипы я никогда ими не пользовался и вообще не знал что они здесь есть так это декорации это декорации для каких-либо если вы хотите сделать что тут жидкость вот можно этим пользоваться также здесь есть вот такие хрени я на самом деле ими никогда не пользуюсь потому точно сказать не могу уж для чего это вообще надо вот ну просто такие хрени давайте кстати хотя ладно музыку не буду звучать это в общем так как просто декорации работы так что принципе ладно с этим понятно дальше у нас идет огонь он имеет анимацию когда вы просто проходите уровень то есть ой ой если вы так играете то как бы вот будет анимация огня его цвет его также можно менять потом и если что он никак типа не если что он никак не дает вам урона но не урона в общем он вас не убивает а